Вихри и волны Росби 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 Если я умножу на EY, то вместо градиента P у меня будет DPPDY, то есть справа у нас очевидное получается выражение единицы на ρ DPPDY, а слева оказывается тоже величина, которая содержит только Y-производную от ψ. Почему? Потому что вот это двойное векторное произведение по формуле БАЦ-ЦАП можно переписать как ЕЗ град Пси на 2 омега-0 скалярно минус град Пси на ЕЗ на 2 омега-0. Если я все это еще умножу на EY скалярно, то видно, что первое слагаемое пропадает, а второе дает ЕY градиент Пси, то есть опять тут DPPDY. А вот это скалярное произведение это просто 2 омега-0Z. Отсюда получается выражение минус 2 омега-0Z на ДПСи ПДY равняется минус единица на ρ DPPDY, что можно проинтегрировать по Y, потому что опять же по широте все симметрично, значит это точно не зависит от Y, плотность тоже не зависит. Отсюда вытекает, что П равняется некоторое П0 плюс 2 омега-0Z ρ умножить на Пси. П0 это постоянное интегрирование. Значит выгоднее переписать это выражение не через давление, а через высоту атмосферы. Поделим это выражение на ρG, P поделить на ρG, просто по размерности понятно, что это высота какая-то, ρG h равно P. Вот, значит справа получается П0 поделить на то же самое ρG плюс 2 омега-0Z на G и на Пси. Или иначе говоря, h равняется h0 плюс 2 омега-0Z поделить на G и на Пси. Это выражение и называется геастрофическим равновесием. Довольно важно понять, что оно описывает. То есть оказывается, что высота атмосферы прямо пропорциональна вот этой функции скорости. Значит если я нарисую покрупнее рисунок своей земли, вот здесь выберу какой-то, значит вот такой контур для иллюстрации. Вот это у меня меридианы, это у меня участки широты. И, например, выберу течение, которое происходит вот по такому контуру. Значит здесь вот где-то есть экватор. Как будет происходить течение, если мы его никак не подпираем с помощью горизонтальных компонент градиента давления? Вот вдоль меридиана течение на север приведет к тому, что из-за силы кориолиса это течение будет отклоняться направо. Напомню, что это все вот так вращается. Правильно? Потому что здесь угловая скорость вращения воздуха вот в этом месте больше, чем вот в этом. Если я ее ничем не торможу, это угловое вращение, то у меня в системе отсчета с землей произойдет отклонение на восток этого потока. Обратный поток вот здесь будет отклоняться в противоположную сторону, потому что здесь угловая скорость его маленькая, здесь она большая, ну и он будет запаздывать относительно меридионального движения. Значит снизу у нас скорость течения добавляется к скорости вращения земли. Это означает, что здесь есть дополнительное слагаемое в центробежной силе, которое направлено, вот если я сбоку посмотрю, я вот где-то здесь нахожусь, и у меня центробежная сила вот сюда направлена. Она увеличилась. Это означает, что появилась меридиональная компонента силы, которая будет отклонять течение вот сюда. Значит наверху тот же самый эффект будет отклонять в сторону северного полюса. Значит что получилось, что если я создал такое течение, то в результате вот этих всех компонент отклонения скорости давление в центре упадет, потому что оттуда будет вещество вытекать. Значит здесь с одной стороны Пси меньше нуля, а с другой стороны Дельта-H тоже меньше нуля. Значит вот что значит Пси меньше нуля? Это означает, что градиент направлен наружу. Если вы подставите вот сюда, градиент направленный, скажем, наружу, это значит, вот здесь это будет по минус У, он будет отрицательный, да, вот в этом месте. Ну и подставите, получите, что значит вращение в эту сторону соответствует отрицательному Пси. А также мы получили, что давление там должно упасть. Значит и Дельта-H тоже меньше нуля. Вот это вот тут и получается, да, вот эта формула как раз описывает вот такое соотношение, что если мы организовали течение по замкнутому контуру против часовой стрелки, если мы смотрим сверху в северном полушарии, то в результате давление в центре такого вихря упадет. Если мы возьмем Пси меньше нуля, это как раз соответствует против часовой стрелки вращения, то Дельта-H будет меньше нуля. Если же мы возьмем контур в противоположную сторону, значит, в противоположную, значит, здесь сюда, а здесь вот так, да, то по тем же самым причинам отклонение всюду будет внутрь, а не наружу. Потому что здесь, скажем, будет центробежная сила меньше, чем в равновесии. Значит, здесь возрастет давление. Ну, в соответствии с тем, что предсказывает вот эта формула. То есть, если в северном полушарии мы вращаем по часовой стрелке, то давление в центре должно быть больше. Соответственно, такие вихри называются как? Антициклон. Наоборот, циклон. В циклоне падает давление, а это антициклон. Значит, легко понять, что в южном полушарии все будет наоборот. Почему? Потому что здесь стоит омега-0z. А z – это направление вертикали, да? А омега-0 – это постоянный вектор, направленный по оси вращения Земли. И, соответственно, z-товая компонента омега-0 будет направлена вверх или вниз в зависимости от того, в южном мы находимся полушарии или нет. Вот это вот омега-0z, оно равняется омега-0 умножить на синус φ, где φ – это широта, которая отсчитывается положительная в северном полушарии, отрицательная в южном. А омега-0 – это, значит, модуль. Соответственно, получается так, что если циклон в северном полушарии против часовой стрелки, то в южном будет по часовой стрелке. А если он на экваторе, то тогда ничего не работает, да? Циклоны и антициклоны как бы не должны отличаться друг от друга, в принципе. Ладно. Так, ну а это всё-таки приближение, которое получено при каких условиях? Когда частота вращения самого этого циклона много меньше, чем омега-0. То есть это должен быть достаточно большой вихрь планетарного размера. Тогда более или менее вот это вот годится. Если же у нас торнадо какой-то размеров несколько километров, то центробежное ускорение в самом торнадо, которое содержится в ДВПДТ, мы выкинули. Здесь его нет. Поэтому вот этой формулой для торнадо пользоваться смысла нет никакого. Это только для вихрей планетарного размера, в которых сила Кориолеса доминирует над центробежной силой в самом вихре. То есть вихрь достаточно медленный и большой. Так, а вот теперь попробуем, значит, вот это как бы квазиравновесие, то есть мы можем только стационарную какую-то картину смотреть, и мы не можем понять, куда движутся эти самые циклоны, антициклоны, как распространяются там какие-то волны или нет. При том, что на самом деле перед этим мы проходили волны на мелкой воде. И вот эта, казалось бы, ситуация не должна очень сильно отличаться от волн на мелкой воде. Они тут тоже должны быть, потому что это тонкая жидкость или атмосфера, покрывающая какую-то подложку поверхность Земли. То есть здесь тоже должны быть гравитационные волны на мелкой воде, в принципе, в этой ситуации, на которые, кроме того всего прочего, они будут двумерные, значит, вихри там и силы кориолиса. И вот, собственно, вот такая вот сложная задача, которая включает в себя распространение волн во вращающейся вот такой неинерциальной системе координат на поверхности Земли, это вот задача РОСБИ, которую мы сейчас и рассмотрим дальше. Значит, начнем мы с уравнения РОСБИ для завихренности. То есть возьмем уравнение номер один и поступим с ним так же, как мы поступали, когда получали уравнение в мороженности для завихренности в течение идеальной жидкости. Однако теперь мы напишем то же самое, только в неинерциальной вращающейся системе координат на поверхности Земли. Значит, что я должен сделать? Я должен взять ротор от того вот уравнения номер один, то есть ДВ по ДТ плюс 2 омега 0 на В и равнялось это минус градиент П поделить на РО плюс G. Значит, у нас это вихри непроизвольного направления, а ось всегда направлена по Z, поэтому и завихренность тоже у нас будет направлена по Z. И можно с самого начала написать, что нас интересует не просто ротор от этого выражения, а Z-товая компонента ротора от этого выражения. Значит, напомню, что когда мы получали уравнение в мороженности для завихренности, мы делали практически то же самое, только у нас не было вот этого вот слагаемого. Все остальное там было. Ну и давайте попробуем вспомнить, как это происходило. Например, ротор от ДВ по ДТ преобразуется просто так же, как и раньше. То есть сперва напишем ротор от ДВ по ДТ. Вспоминаем, как это было. Значит, раскладывали полную производную на частную плюс В ротор В. Так, значит, это получалось у нас ДПДТ от ротора В. Плюс ротор от В на ротор В. Чтобы вы вспомнили, давайте я перепишу все-таки. Вот этот ДПДТ – это частная производная плюс В градиент. Если это все действует на В, то это можно переписать как частная производная плюс градиент от В в квадрате пополам минус В на ротор В. Значит, из-за того, что когда я беру ротор от этого градиента, он пропадает, остается только вот это слагаемое, которое превращается вот сюда, и вот это слагаемое, которое превращается вот сюда, и видно, что я написал плюс вместо минуса. Вот. Дальше. Ротор В я обозначаю буквой W. Это как раз и есть та самая завихренность. Вот здесь тоже завихренность. После чего ротор В векторно умножить на W я раскрываю по формуле БАЦ минус ЦАП. Получается у меня ДВВ ПДТ плюс… Да, минус. Прошу прощения. Минус, значит, В дивергенция В, минус В град В плюс В дивергенция В. Всюду это все с векторочками. И плюс В град В. Значит, вот это – это просто ДВВ ПДТ полная. Дивергенция от ротора равна нулю-то всегда тождественна. Ну и остается два вот таких слагаемых. Теперь я все это должен умножить на ЕЗ и получить ДВВ З ПДТ частная минус В… Ой, прошу прощения. Минус ВЗ Д ПДЗ на ВЗ. Это вот это слагаемое. У меня В имеет единственную компоненту по З. плюс ВЗ на дивергенцию В и плюс В – градиент ВЗ. Значит, это то, что происходит с первым слагаемым. Значит, со вторым слагаемым, что происходит. ЕЗ на ротор 2 омега 0 на В. Значит, это будет… ЕЗ так и оставили. Раскрываем снова по формуле БАЦ минус ЦАП. Значит, ну, такие же слагаемые. Будет 2 омега 0 на дивергенцию В плюс В – градиент на 2 омега 0 минус В на дивергенцию 2 омега 0 минус 2 омега 0 градиент В. И все это надо умножить на Z, на ЕЗ. Значит, от первого слагаемого будет 2 омега 0 на дивергенцию В плюс здесь умножить на ЕЗ тоже даст 2 омега 0 Z плюс В градиент до 2 омега 0 Z минус 2 омега 0 на градиент ВЗ. И вот это минус ВЗ на дивергенцию 2 омега 0. Так, можно не переписывать. Омега 0 – это постоянный вектор, поэтому вот это просто равно 0. Значит, здесь ВЗ, как я говорил, в основном В направлено по XY в плоскости. ВЗ – это очень маленькая величина. Единственный случай, когда ее надо учитывать, это если у нее производная по Z, потому что атмосфера тонкая, поэтому все производные большие. То есть вот это приблизительно 2 омега 0 Z, ДВЗ, ПДЗ. Теперь сравниваем вот это выражение и вот это выражение. Смотрите, все такие же слагаемые. Вот это слагаемое, вот оно. Только WZ и 2 омега 0 Z. Отличие только в этом. В градиент есть. Значит, 2 омега 0 Z на дивергенцию В, а здесь WZ на дивергенцию В. Здесь WZ, ДВЗ, ПДЗ, и здесь такая же. Нету только ДПДТ частного, но это понятно, потому что 2 омега 0 Z от времени не зависит. Так? Это что означает? Это означает, что нас ждет большое упрощение. Вот. Так, это значит, мы с этим разобрались, с этим разобрались, со вторым. А от этих ротор просто равен нулю. Здесь стоит градиент, ротор от градиента, который равен нулю. И ротор от G тоже равен нулю, потому что это постоянный вентор. Значит, итого. Вот из всего этого уравнения получаем вот что. Значит, вот эти два слагаемых дают ДПДТ от WZ плюс 2 омега 0 Z. Я сразу пишу в виде суммы, потому что тут стоит сумма, и я сказал, что все такие же слагаемые имеются. Так, значит, вот эти два учел. Есть еще два вот этих. Значит, пишем так их. плюс WZ плюс 2 омега 0 Z умножить на дивергенцию V минус DWZ по DZ равняется нулю. А что такое дивергенция V? Это DWZ по DZ плюс DWX по DX плюс DWY по DY. То есть, по сути дела, вот в этих круглых скобочках стоит дивергенция вот этого как раз горизонтального касательного течения. Итого. Давайте я вот здесь окончательно выпишу. Значит, ДПДТ от WZ плюс 2 омега 0 Z равняется минус WZ плюс 2 омега 0 Z на дивергенцию V Тау. Значит, если бы мы могли вот этим вот пренебречь слагаемым дивергенцией вот этого потока касательного, а надо сказать, что мы считаем, что он маленькая, эта дивергенция. Видите, там написано V приближенно EZ на град Пси. Вот то течение EZ на град Пси, оно имеет нулевую дивергенцию. Если мы подставим, то получим сразу вот здесь точный 0. Вот, однако, мы не будем торопиться. И вот почему. Если у нас чисто вихревые течения, то вот горбам давление просто неоткуда взяться. Вихревое течение, оно просто перемешивает эту атмосферу, но никогда не собирает ее в кучке. А мы видели, что очень важно собрать атмосферу в кучке или выкопать там ямку для того, чтобы как раз этот вихрь и образовался. поэтому вот эта правая часть, она хоть и маленькая, но важная. Она позволяет нам говорить, как эти вихри эволюционируют, да, перетекают с места на место. однако, раз она там есть, то нам придется ее как-то описывать из какого-то другого уравнения. Правильно? Потому что завихренность это хорошо, это то, что нам надо найти, это неизвестная функция. 2 омега 0z это известная функция. Вот, и если бы здесь стоял 0, то нам бы никаких других уравнений не потребовалось. А если там не 0, значит, нам нужно еще что-то. И коль скоро это ВТАО описывает перетекание и собирание атмосферы в какие-то холмы и наоборот образование там ямок, то это означает, что нам надо написать уравнение непрерывности, дополнить вот это уравнение каким-то уравнением непрерывности, которое бы и тогда мы сможем как раз сказать, чему эта дивергенция это и равна, как она связана с глубиной атмосферы. Так, значит, это я все стираю. и так, значит, у нас есть глубина атмосферы H, которая равняется P поделить на РОЖ. Да, ну это по определению. А также уравнение непрерывности, которое гласит, что полная дивергенция скорости равна нулю. Иначе мы там РОНИ можем считать постоянным. Так, значит, из этого уравнения следует, что дивергенция ВТАУ равняется минус DWZ ВDZ. Возьмем и проинтегрируем это уравнение от поверхности Земли по Z до высоты H. Значит, VZ от H равняется минус интеграл от нуля до H от дивергенции ВТАУ до Z. Значит, что такое VZ от H? Если H это слой жидкости и в точке на поверхности этой жидкости имеется Z-овая компонента скорости, то это как раз и есть DH по DT. Причем тут стоит не частная производная, а полная. Потому что если у нас был какой-то горб и он смещался в сторону, то, значит, и безо всякого VZ все будет меняться, это H будет меняться. То есть это полная производная H по T. Так, а справа что стоит? А справа стоит вот эта величина дивергенции в ТАУ проинтегрированная по глубине слоя жидкости. Значит, всюду вот то, что написано там, мы хотим, чтобы это ТАУ V ТАУ было примерно постоянным по глубине нашей жидкости. То есть мы можем заменить вот этот интеграл просто на произведение минус H на дивергенция V ТАУ. Вот это собственно и получилось уравнение для глубины атмосферы H. которое следует из уравнения непрерывности. Теперь смотрим сюда и сюда. Видим, что эти уравнения тоже очень похожи и они позволяют нам исключить эту дивергенцию в ТАУ выразить ее через производные глубины жидкости H. Таким образом мы получим уравнение, которое уже этой дивергенции не содержит. выглядит оно будет так. Единица поделить на WZ плюс 2 омега 0 Z на D P DT от WZ плюс 2 омега 0 Z минус единица на H давайте вместо H я напишу ну ладно так H D H P DT равняется 0 здесь уже этой дивергенции нет от малой этой маленькой дивергенции мы избавились и это позволяет нам в дальнейшем вообще игнорировать ее существование и подставлять в D P DT только вот выражение номер 2 то есть после вот это уравнение мы после теперь будем дополнять вот этим приближенным выражением V приблизительно равняется E Z на градиент Psi второе приближение которое мы можем сделать это сказать что давайте будем рассматривать большие вихри планетарного масштаба и для глубины жидкости использовать геастрофическое приближение H приблизительно H0 плюс 2 омега 0 Z поделить на G умножить на Psi причем вот это величина будет считаться малой ну и действительно в общем мы знаем что в циклонах антициклонах давление до нуля не падает поэтому можно считать что это какая-то действительно малая поправка по сравнению с общим атмосферным давлением тогда значит третье еще для этих глобальных атмосферных вихрей как я уже говорил вот это вот 2 омега 0 Z должно быть много больше чем WZ вот эти три приближения они будут самосогласованными если мы считаем что это значит вихрь большого размера по сравнению так сказать ну удовлетворяет вот этим короче условиям так а если так то мы вот это уравнение можем дальнейше и дальше сильно упростить вот вместо H подставим вот это выражение причем знаменателе можно поставить H0 потому что это поправка так и потому что D по DT от H0 очевидно будет равно нулю то есть мы как бы как бы линеаризуем вот это выражение по вот этой поправке значит здесь в первом слагаемом точно так же вот это WZ здесь в знаменателе можно пренебречь потому что это тоже поправка так то есть вот эта величина маленькая а здесь мы не можем так сделать потому что несмотря на то что 2 омега 0 Z это большая величина градиенты у нее маленькие и по времени она не меняется поэтому производные DPDT от этого и от этого слагаемых они вполне сравнимы да то есть вот это просто тут большая константа содержится поэтому мы собственно на эту константу и можем поделить ну ладно значит теперь перепишем значит это уравнение с учетом того что мы написали сверху и на 2 омега 0 Z умножим значит получится DWZ PDT это вот это слагаемое плюс V градиент 2 омега 0 Z это вот это слагаемое поскольку частная производная DPDT отсутствует теперь минус вот это 2 омега 0 Z поделить на H0 0 DPDT омега 0 Z Psi поделить на G равняется нулю так что мы делаем дальше ну вот это слагаемое мы так пока и оставим потому что оно уже достаточно хорошо выражено но мы можем выразить вот это WZ само через V с первым слагаемым делаем следующее WZ это что такое это EZ скалярно на ротор V подставляем подставляем вот это выражение для V раскрываем по Бац минус ЦАП получаем что это лаплосиан Пси так теперь V на градиент омега 0 Z вспоминаем что омега 0 Z зависит только от X значит производная которая здесь в этом V градиент тоже должна быть по X значит VX умножить на D омега 0 Z по DX VX значит выглядит вот таким образом значит чтобы получить X из EZ здесь должен стоять EY и получится минус да то есть VX это будет минус D Пси ПД Y а вот D омега 0 Z ПД X это все равно что единица на R земли D ПД Фи от омега 0 синус Фи то есть получается омега 0 на R земли на х синус Фи где Фи это широта перерыв фи и и так значит для первого мы заготовили вот эту замену для второго слагаемого мы заготовили вот эту замену давайте ее окончательно запишем значит V градиент омега 0 Z будет равняться минус омега 0 на R земли на косинус Фи и на Д ПС по Д Y но чтобы не переписывать вот эту вот всю комбинацию давайте обозначим ее буквой F так и наконец последнее слагаемое ну вот то что тут стоит спереди это просто константа можно считать да а вот здесь два ножа это конечно можно вынести а вот можно ли считать что ДПДТ от 2 от омега 0 Z равняется 0 непонятно потому что здесь мы дифференцировали правильно то есть запишем вот эту перепишем вот эту вот производную поаккуратней ДПДТ от омега 0 Z умножить на ПСИ значит чему это должно равняться сначала мы применяем ДПДТ к омега 0 Z допустим да получится ПСИ умножить на Д омега 0 Z по ДТ плюс омега 0 Z на ДПСИ по ДТ значит вот это слагаемое посмотрим к чему приведет оно будет точно такое же как вот здесь да то есть это будет вот это это будет В градиент омега 0 Z правильно по структуре такое же слагаемое как здесь появится но умноженное на константу на какой-то множитель чему будет равен этот множитель он будет равен ПСИ вот множитель да ПСИ умножить на 2 омега 0 Z поделить на G H0 так смотрим где он у нас встречался вот здесь вот это вот оно точно получается что это отношение вот этой поправки к H0 и он это отношение много меньше единицы поскольку это поправка да таким образом первое слагаемое из этих двух мы можем игнорировать спокойно потому что здесь есть такое же гораздо больше понятно да теперь со вторым слагаемым переписываем это омега 0 Z на D ПСИ по ДТ плюс омега 0 Z на V градиент ПСИ на EZ на градиент ПСИ и умножить на градиент ПСИ поскольку это векторное произведение оно перпендикулярно градиенту ПСИ а здесь еще один градиент ПСИ значит результат равен нулю и так получилось что от всего вот этого ДПДТ осталась только вот такая вот такой вот кусочек маленький и теперь мы наконец готовы к тому чтобы записать окончательное уравнение РОСБИ выглядеть оно будет таким образом ДПДТ ЛАПЛОСИАНО ПСИ это первое слагаемое второе слагаемое запишем вот это оно будет выглядеть так минус 4 омега 0 Z в квадрате поделить на G H нулевое это коэффициент который стоит при ДПСИ ПДТ и вот это слагаемое минус F D ПСИ ПД Y равняется нулю ну и снизу напишем что такое F значит F это поправка которая возникла из силы Кориолиса равняется омега 0 на R земли и умножить на косинус FI а вот эта величина на G H0 легко сообразить что имеет размерность единица на длину в квадрате потому что здесь стоит лапласиан при ДПДТ а здесь стоит коэффициент вместо лапласиана то есть это единица на метр квадратный по размерности ну и соответственно можем обозначить это все как единица на R Росби в квадрате то есть по определению есть характерный размер в этой задаче линейный характерный линейный размер который называется радиусом Росби и равен он корень из G H0 поделить на 2 омега 0 Z значит смотрите как он получается вот это корень из G H0 это скорость распространения гравитационной волны на мелкой жидкости да вот как уравнение Картевега Девриза там такое же было выражение а единица на 2 омега 0 Z это характерный период вращения Земли вокруг своей оси то есть получается что радиус Росби это расстояние на которое убегает вот эта гравитационная волна условно говоря за сутки да ну с поправкой там на широту потому что здесь Z компонента омеги а не просто омега да то есть суть вот такая у этого радиуса Росби вот значит на поверхности Земли вот это все можно вычислить значит радиус Росби приблизительно 3000 километров на средних широтах да скажем это для Земли на Юпитере он гораздо больше там получается 6000 километров значит вот на Земле радиус Росби 3000 аж ноль там 8 километров на Юпитере радиус Росби 6000 глубина атмосферы 25 да ну условно говоря аж значит h0 это высота на которую мы могли бы всю эту атмосферу вот сжать чтобы у нее была примерно постоянная плотность да то есть на высоте 8 километров плотность падает больше чем два раза да поэтому такая я выражение для изотермической атмосферы на прошлой лекции приводил в общем это все понятно да так ну хорошо значит уравнение мы получили заметили что это уравнение отличается от уравнения для вихрей просто двумерных на мелкой воде двумерные вихри на мелкой воде просто он описывался бы уравнением дпдт дельта пси равнять с нулю значит поскольку мы рассматривали планету то там несколько все сложнее получился значит во-первых слагаемое получилось которое описывает гравитационные волны что с ними происходит в этой вращающейся среде и если значит эти вращения довольно быстрое и слагаемое которое возникает из-за силы кориолиса теперь попробуем понять что оно собственно описывает как выглядят решения нелинейное уравнение мы конечно решить не сможем вот эта наука продолжает развиваться в поиске решения этого уравнения с учетом каких-нибудь дополнительных поправок которые описывают изменение плотности атмосферы с высотой там и прочее вот то есть в принципе тут можно написать много поправок поскольку вывод был приближенный вот но значит в таком виде это уравнение может описывать вихри значит в этой атмосфере то есть циклоны и антициклоны планетарного масштаба кроме того в этом уравнении есть и линейные волны которые называются волнами розби значит получаются они в результате линеаризации этого уравнения и решения методом Фурье значит линеаризация простая значит давайте будем считать что у нас вообще говоря эта атмосфера стоит на месте ну как мы там выше считали да вот тогда Пси нулевое равняется нулю то есть Пси величина маленькая и линеаризуем по Пси поскольку здесь эта маленькая величина уже стоит в градиент Пси в градиент дельта Пси учитывать не надо потому что получается что значит это уже второго порядка малости ну и значит эта линеаризация выглядит так ДПДТ превращаем в минус и омега лапласиан превращаем минус К квадрат умножить на Пси с волной это первое слагаемое второе слагаемое минус единица на радиус Росби в квадрате это вот этот множитель на минус и омега Пси с волной это вот это минус Ф на ИК У умножить на Пси с волной равняется нулю линеаризованное и преобразованное по Фурье уравнение ну вы довольно оно линеаризуется просто просто заменой вот этой ДПДТ полной на ДПДТ частную после чего делаем преобразование Фурье обычным способом получаем вот это значит здесь модуль К который может иметь иксовую игриковую компоненты а здесь только игриковые компоненты ну все дальше это решение это уравнение имеет нетривиальное решение только в том случае нетривиальное значит не нулевое Пси только в том случае если омега и К состоят в некотором отношении что это за отношение значит И всюду сокращаем Пси с волной сокращаем раз оно нас интересует не нулевое значит получаем омега умножить на К квадрат плюс здесь тоже плюс И да плюс Р Росби в минус в минус второй степени минус минус Ф К У равняется нулю получаем дисперсионное соотношение омега равняется Ф умножить на К У поделить на К Х квадрат плюс К У квадрат плюс радиус Росби в минус второй степени значит это дисперсионное соотношение значит омега на К У получается больше нуля фазовая скорость этих волн направлена по широте в западном направлении помните в самом начале я сказал что чтобы все у нас система координат была правая я должен ось У направить на запад значит эти волны бегут на запад если омега 0 z больше нуля то есть в северном полушарии в северном полушарии бегут на запад ну и кроме того второе что про них можно сказать что характерный размер длина волны это радиус росби то есть здесь никаких других величин нету а радиус росби играет роль масштаба вспоминаем что радиус росби это 3000 километров получается что значит тут характерная длина что есть какие-то атмосферные волны которые бегут с востока на запад относительно неподвижной атмосферы да если сама атмосфера куда-то ветер дует то конечно куда они там бегут это другой вопрос вот но относительно неподвижной атмосферы бегут на запад и длина волны порядка 3000 километров это означает что если у нас тут эта волна в одной фазе то в Москве она в противоположной фазе примерно но выглядит это все так то есть вот снова экватор и волна росби выглядит следующим образом что значит вместо однородного и прямого прямого течения западного ветра который вот соответствует западному переносу ветров значит происходят вот такие вот смещения этой линии тока вверх-вниз вот это вот волна росби значит эти волны очень характерны для погодных явлений причем если Москва находится вот здесь то мы находимся вот здесь и значит существует совершенно четкая антикорреляция погоды в Москве и в Новосибирске поскольку погода довольно случайное явление все-таки то нельзя сказать что если в Москве похолодало то у нас потеплело но вы наверное заметили что значит вероятность такого развития событий очень велика вот и значит это как раз связано вот с тем что у нас всегда в противофазе если у нас ветер северный то в Москве южный вот это первое что можно заметить второе что можно заметить что циклоны антициклоны рождаются как нелинейная стадия вот этой самой волны Росби следующим образом то есть вот так это линейная волна примерно синусоидальная но можно понять что произойдет если мы значит увеличим амплитуду вот эта волна может стать примерно вот таким линия тока какой-то вот такой то есть здесь у нас получается вращение в эту сторону здесь в эту да то есть если мы смотрим сверху то это циклон антициклон циклон антициклон вот они так чередуются друг за другом вот идут да то есть вот здесь значит условно говоря вот на этой стадии это циклон потом антициклон ну и конечно вот это конечно там все это бурлит и не не очень регулярно поэтому эти циклоны антициклоны отрываются как-то там часть из них севернее идет часть из них южнее чем мы поэтому погода меняется сложным образом но тем не менее значит в общем и в целом картина примерно вот такая так на этом да ну значит еще можно про волны розбы сказать что аналоги этих волн наблюдаются в океане то есть вот течения там тоже обычно являются такими завихренными но немножко сложнее потому что эти течения не могут занимать всю площадь они где-то на берега натыкаются вот очень ярко выражено погодные явления можно наблюдать на больших планетах газовых гигантах там вот поверхность этой планеты представляет собой по сути облачный слой и на фотографиях если вы посмотрите то видно что значит там вот эти вот такие эллиптические лепки в виде циклонов антициклонов очень хорошо видны и в частности вот самое известное такое погодное явление устойчивое и долгоживущее это красное пятно Юпитера огромного размера вот оно считается как теоретики точнее считают что это вот как раз такой вот вихрь розби и очень хотят чтобы что хотят доказать что действительно существуют устойчивые решения которые могут быть долгоживущими это означает что это красное пятно Юпитера оно не просто так сказать существует в течение месяца оно существует десятилетиями и сотнями лет да вот сколько там его наблюдал Галилей вот он с тех пор оно там и есть то есть это реально устойчивое какое-то образование которое значит вот наука пытается объяснить почему оно настолько устойчиво потому что на земле устойчивых антициклонов и циклонов которые бы годами один и тот же циклон крутился такого мы не наблюдаем да пятна на солнце они есть отдаленная аналогия но пятна на солнце связаны с магнитным полем да то есть вот я говорил вам что завихренность и магнитное поле аналогичное правильно потому что это ротор какого-то другого вектора вот в этом смысле есть аналогия вот а так чтобы просто это был вихрь это утверждать нельзя там главную роль играет магнитное поле так ладно значит следующий раздел который мы затронем это вихри присоединенные иначе говоря вихри охватывающие какие-то материальные поверхности значит в науке и технике играет очень большую роль в частности как я вам уже говорил значит если бы таких вихрей не было то крыльев самолета не было бы подъемной силы поэтому вот как раз крыло самолета обтекание и откуда там берется волновая сила подъемная сила это будет насчет целью нашей следующей следующего раздела то есть называется присоединенные вихри и подъемные силы крыла значит что не так с подъемной силой крыла и почему это вопрос довольно сложный значит на третьем курсе вы проходили парадокс Даламбера это означает что если мы взяли какое-то тело поместили его в набегающий поток жидкости если это тело стоит а набегает жидкость с постоянной скоростью или само тело движется относительно жидкости с постоянной скоростью и жидкость идеальная то оказывается что сила равна нулю в этом состоит парадокс Даламбера да ну значит и что же тогда получается что у нас самолет летит исключительно за счет вязкости что ли вот нет же да то есть как-то вот надо справиться что с одной стороны есть теорема которая доказывает что сила равна нулю а с другой стороны известно что самолеты летают надо как-то это все примирить друг с другом эти два обстоятельства значит вот доказательство парадокса Даламбера в значительной степени основано на том что если у нас есть бесконечное течение и конечное тело то любой контур который охватывает это тело можно стянуть в точку не затрагивая это тело да то есть я могу взять вот такой контур в плоскости доски я сжать в точку не могу а выйдя из плоскости доски там это тело кончится и я благополучно его могу сжать в точку правильно и кроме того известно что значит V равняется градиент Пси то есть потенциальное течение если оно здесь где-то потенциальное то оно так и останется потенциальным значит что интеграл по контуру от потенциального течения вот здесь будет равен нулю вот ну а значит и в любом сечении оно тоже интеграл по контуру будет равен нулю и получится что значит на тело вихрь надеть никак нельзя вот значит из этого правила есть конечно исключение тело может быть не односвязным да то есть можно сделать тело в виде петли тогда контур который я на это тело надену жидкий я с него снять не смогу так это первый вариант второй вариант который используется в самолетах это просто сделать длинное длинное крыло так чтобы контур можно конечно снять но значит можно считать что вот эта вероятность того что соскочит вихрь с крыла можно сделать маленьким да то есть вот этот вот процесс соскакивания вихрей сделать малым медленным процессом каким-то образом то есть что я хочу сказать что проще всего устроить вихревое обтекание материального тела в том случае если это тело является каким-то длинным предметом а мы работаем в плоскости перпендикулярной этому предмету и не заботимся о том что вот этот вот контур можно с предмета снять то есть посчитаем скажем что вот этот вот то что здесь нарисовано это сечение какой-то длинной длинной балки вот тогда значит на парадокс доломбера я могу внимание не обращать а если это просто булыжник тогда конечно организовать подъемную силу на булыжники будет мне сложно вот понятно да то есть дальнейшие наши выкладки я буду проводить на модели значит бесконечно длинных крыльев или профилей как это говорят в аэродинамике то есть рассмотрим такую задачу предположим что у нас есть какое-то крыло словно говоря я его в виде эллипса нарисовал чего-то такого это сечение какой-то длинной балки которую крыло до длинного крыла и я буду считать что по крайней мере в плоскости доски край крыла очень далеко находится и поэтому можно считать что тут примерно течение само расположено в плоскости доски да то есть перпендикулярно доски течение нет все в расположена только плоскости доски двумерное течение так второе приближение которое я сделаю это я буду рассматривать не одну балку а сразу периодическую такую решетку то есть вот одинаковые такие рисую приближенно одинаковые да на самом деле они у меня должны быть точно одинаковые вот но уж не получается значит вот здесь есть вектор периода l или это вектор периода то есть это одни одинаковые такие профили значит если я возьму предел своего результата который я получил при стремящемся к бесконечности у меня получится вот один уединенный профиль одно крыло а так это можно считать что это вот там биплан это жарко такая из крыльев значит справа набегает поток со скоростью в 1 и плотностью ро слева вдали поток в 2 и с той же плотностью ро в том случае это можно предполагать если вы много меньше скорости звука то есть течение не сжимаемое и вот эти вот величины в 1 и в 2 я хочу сделать постоянными то есть я должен от этой про решетки профиля отойти настолько далеко налево и настолько далеко направо чтобы влиянием этих вот этой вот периодичности можно было пренебречь тогда сделаю я дальше следующее так возьму вот этот вектор или снова здесь проведу какой-то произвольный достаточно контур здесь снова нарисую вектор и и здесь проведу линию которая периодическая с этим связан то есть она всюду вот это вот верхняя и нижняя линия одинаковые просто сдвинуты на эль плохо нарисовал у меня не параллельный эти эль ну ладно вы мне поверить что это одно и то же понятно да что я сделал значит взял далеко две такие стенки вдоль вектора эль две стенки которые охватывает один профиль произвольной формы но важно чтобы они были одинаковые так чтобы течение было периодическим то есть если у меня решетка периодическое то и течение периодическое ввел вот здесь вектор н это единичный вектор нормали и буду писать закон сохранения значит сюда набегает течение со скоростью в 1 значит первый закон сохранения это закон сохранения массы значит жи это поток массы должен равняться ро на в 1 н и умножить на длину вектора периода эль это то что втекает вот сюда до жи теперь сюда конечно тоже какой-то втекает какое-то количество массы с этой стороны но по периодичности она в точности столько же должно вытекать из-за того что это периодическая система значит в соседний такой же контур втекает столько же поэтому и вытекает тут столько же на то есть поток массы через боковины зануляется потому что есть периодичность однако есть поток массы которые значит через противоположный торец и он должен быть точно таким же по закону сохранения массы то есть вот это поток масса поток масса на единицу длины профиля как длина профиля это значит вот поперек доски ровый 1 н равняется на и отсюда следует что в 1 н равняется в 2 н то есть н это значит нормальная компонента скорости к вектору и второе давайте вычислим силу которая действует вектор силы которые действуют на вот этот крыло как мы можем его вычислить мы можем взять поток импульса который втекает вот сюда вычесть поток импульса который вытекает отсюда а поток импульса вот здесь потоки импульса опять точно скомпенсируется значит поток импульса это и есть сила на единицу длины крыла да то есть если мы хотим этот самый силу вычислить то мы должны просто просуммировать весь импульс который втекает и остается там внутри этого контура ему деваться некуда он на это крыло сядет правильно значит как его будем считать надо взять поток массы умножить на в 1 вектор на до это то что втекло вот здесь правильно то есть это про в x ну ладно значит это поток импульса переносимый вместе с массой значит вытекает столько же но значит со скоростью в 2 это то что с массой переносится еще как вы знаете имеется поток импульса который передается вместе с давлением то есть напомню что плотность поток потока импульса это ровы и твк т плюс п на дельта и к то я да то есть вот это вот часть вот я ее тут написал а вот эту часть еще надо написать то есть плюс p1 n минус p2 n значит и умножить на все вот это вот вместе это плотность да а я должен еще умножить на или потому что ну мне надо полную силу значит полный поток на единицу длины крыла значит я должен вот на эту длину длину этого места куда втекает умножить то есть вот это поток импульса через то что втекает сюда и вытекает вот отсюда опять же через боковые поверхности в силу периодичности ничего не втекает и не вытекает ну то есть сколько втекает столько вытекает поэтому можно не писать понятно да третье значит великие математики придумали забавный способ записи всех этих уравнений с помощью введения комплексной плоскости вместо плоскости x и векторного пространства давайте введем мнимую часть то есть направление вдоль и будем считать мнимым а направление вдоль n будем считать действительным тогда вместо вектора я могу написать комплексное число понятно да то есть x-товая компонента вектора будет действительной частью а мнимая компонент на игре кого компонента вектора будет мнимой частью что вот это вот это полный поток импульса который остается тут внутри деваться ему некуда только на крыло действовать а уж куда он направлен будет это мы потом должны вычислить понятно он может вниз вверх там куда угодно вот и так значит в комплексное число в нас будет выглядеть так в в н плюс и в иль понятно да то есть вместо вектора в я буду использовать комплексное число в виде в м плюс и в иль четвертое что я еще успею написать это вот что что если у нас есть в текающий поток как-то он там втекает как-то вытекает и задачу которую я решаю является стационарной значит я могу написать уравнение бернули следующем виде п 1 плюс про в 1 в квадрате пополам равняется по 2 плюс ров по в 2 в квадрате пополам вот или зачем мне это надо чтобы вот это вот по 1 минус по 2 найти значит по 1 минус по 2 выразить через в будет про пополам на в 2 в 2 н в квадрате минус в 1 н в квадрате плюс в 2 иль в квадрате минус в иль в квадрате минус в ой прошу прощения да плюс минус в 1 н квадрате так ну все а теперь осталось применить алгебраические преобразования чтобы освободить себе место я этот рисунок сотру значит берем вот это p1 минус p2 подставляем вот сюда и выписываем r но r пишем в виде комплексного числа поскольку это вектор до вектор превращается в комплексное число значит получается же умножить в 1 минус в 2 здесь тоже пишу комплексные числа плюс иль н это вектор нормали который превращается в действительную единицу значит p1 минус p2 до значит вместо ж я хочу подставить полусуму вот этих двух величин то есть ро или пополам на в 1 н плюс в 2 н это вместо жи вместо в 1 минус в 2 я хочу написать в 1 н минус в 2 н плюс и в 1 иль минус и в 2 иль значит легко заметить что вот здесь будет в 1 н плюс в 2 н минус в 2 иль минус в 1 н квадрат минус в 2 н квадрат а здесь то же самое со знаком минус то есть нормальные скорости вообще квадрате сократятся все получится ро иль пополам умножить на ИВ1Л минус В2Л. Это вот эта часть. И вот эта часть В1Н плюс В2Н. Я вас задержу на минутку, чтобы успеть дописать. Значит, И плюс. РОЛ пополам В2Л в квадрате минус В1Л в квадрате. Значит, вот эта величина равняется минус циркуляция поделить на L. Циркуляция – это интеграл ВДЛ. Там тоже, значит, все сходится. Значит, В2Л минус В1Л – это В2Л минус В1Л умножить на сумму. И вот эта В2Л минус В1Л – это величина, которая равняется гамма поделить на L. В результате получается, что комплексная величина L, R равняется РОЛ пополам умножить на гамма поделить на L, умножить на минус И, вот это вот минус И. А то, что останется, будет выглядеть так. В1Н плюс В2В2Н плюс ИВ1Л плюс ИВ2Л. Вот это вот то, что тут в скобочках, это просто комплексные числа В1 плюс В2. Значит, Р равняется минус И, L тут сократилось, значит, РО гамма пополам, В1 плюс В2. На этом я и остановлюсь. А анализ будет, значит, это называется формула Циолковского. Анализ будет на следующей лекции.